итак всех приветствую друзья с вами вер приветствую случайных зрителей и зрить постоянных зрителей моего канала в этом видео я расскажу как настроить дешевый самый обычный дешевый микрофон за 100 рублей условных с функцией подавления эхо обычно такая функция в звуковой карте должна быть но блин и меняем материнская плата аля 2008 года выпуска и там уже есть эта функция поэтому я думаю что в современных компьютерах сто процентов на звуковых чипах должна быть такая карта это встроенная звуковая карта не дополнительно не отдельная просто обычно встроен и так многие сталкиваются знаете с чем вот смотрите допустим заходим во вкладку звук правой кнопкой мыши кликаем на значок вашего звука открывается к панели открыть микшер громкости устройства воспроизведения записывающие устройства звуки вот жмем левой кнопкой мыши звуки выбираем вот появляется данная панелька переходим с вкладки воспроизведения в записи так вы видим мы видеть вы должны у себя видеть микрофон у вас все будет выглядеть примерно так жмете на свой микрофон левых но правой кнопкой мыши свойства и открывать дополнительное окно микрофон сменить значок задние панель разъем я буду быстрее все делать я не буду долго углубляться потому что я видел много роликов где люди часами что-то разглагольствуют давайте быстро и коротко вот в этом будет фишка это видео что мне напрягать а общее прослушать прослушайте полезная функция мы воспользуемся чуть позже по умолчанию будет все так уровне тоже полезная функция но я оставляю все на максимальном тоже не трогайте потому что эти ползунки мы будем менять в другой программе которую я недавно для себя открыл и решил поделиться со своими людьми людьми потому что блин вот я обширил кучу гайдов и мне предлагали видео ренды вернее мой звук рендерить постфактум то есть я делал начале ролик или звук отдельно потом освободил и потом уже его обрабатывал я очень ленивый человек и мне бы хотелось найти что-то такое что она дает вот сразу то есть у меня сразу чистый хорош более менее приятный звук с дешевого микрофона согласитесь чудесно не бывает но для меня это чудо потому что ребята вы бы слышали как он звучит без этой программы это что с чем-то как на унитазе но без функции подавления шума невозможно сидеть потому что шум и все равно он очень сильно улавливает всякие разные помимо того что и так он хорошо ловит звук моего компьютера дребезжащего потом еще всякие шумы даже с эффектом подавления и когда включаешь подавление их давать улучшение перейдем вот я включил единственный один эффект подавление шума его нужно включать галочку ставим жмем окей дополнительно ничего не трогаем по умолчанию состоит значит так должно быть так вот когда подавление шума включаешь пропадает этот фоновый шум но звук становится как будто ты сидишь в какой-то кибитки 2 на 2 или в туалете буквально унитазе такой унитазный звук неприемлем и так вы все это сделали у вас примерно так все должно быть настроен что жмете окей сюда мы вернемся и также чему мы прибегаем вот вы видите здесь программа пока что мы не внимание обращали но она очень полезна и важно итак я ссылку на нее оставлю в описании она рабочая без вирус не виндук не ругается по крайней мере я конечно железобетона не буду утверждать но windows не ругается и мне понравится вот voice meter называется эта программа позволяет обрабатывать звук прямо в сходящего микрофона и обратно выдавать его грубо говоря в систему уже почищены то есть уже обработаны смотрите какая штука мог бы я первый сделать но почему-то у меня руки коревые видимо я решил на 2 выбрать можно было два в принципе микрофона выбирать но я решил сразу 2 первыми не работать но давайте там даже так попробуем здесь появляется такое окно автоматически показывающие список ваших звуковых за звук записывающих устройств вот у меня первым сразу микро микрофон vdm микрофон realtech high definition аудио ничего не надо углубляться изучать просто я его выбрал input это вход то есть входящий ваш звук с микрофона вот и виртуальный мир и появляется еще виртуальный на панели его можно редактировать но это для профи пользователь я сюда вообще не буду лезть мы нубы и это пропускаем и у нас hardware out просто выход системный выход на системном выходе мы что ли мы что выбираем также realtech digital output high definition аудио динамики все по умолчанию стоит ничего больше не надо делать это вот 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 у меня в первом выбор во втором мне не выбрала в первом все ничего серьезного вот примерно должно быть тоже вот так выставили теперь мы возвращаемся назад hardware in микрофон realtech high definition аудио вот здесь вы видите такую панель настроечек небольшую прямо она очень маленькой ничего серьезного intel paint смотрите я сейчас буду двигать вот этот ползунок красный значок он двигается сразу рекомендую немножко децибелы уменьшать потому что высокие они очень сильно улавливают шумы даже небольшое уменьшение децибелов то есть грубо говоря громкости вашего звука позволяет уже по дефолту улучшить и убрать всякие негативные составляющие со вашего звука с вашего микрофона дешевого за 100 рублей извините меня сейчас кризисные времена не каждый себе может позволить вообще дорогостоящая аппаратура много большая большое количество аппаратуры по крайней мере без всяких дополнительных устройств типа фантомного питания там вот этих всяких аудиокар дорогих все равно являются туфтой также ловить эти шумы это очень плохо так вот нам помогает в этом данная программа который я вам рекомендую устанавливать смотрите я вот други долго 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 методом тыка все это пытался делать но я вот запомнил что у меня практически над буквой low больше амплитуда как бы я не сильно этих звуковых штуках я буду называть это так как ну вот эта амплитуда звука который улавливает более потише он работает и сглаживание шума наоборот больше захватывает звук чем какой-то там аля музыкальный какой-то фон то есть это больше для я так понял что это сторону голоса а это в сторону у кого-то музыкального воспроизведения не знаю может быть как-то так работать я не силен мне конечно жалко трогать я долгую долгую настраивал учиться надо я вам хочу показать как это будет изменяться моё звучание качество записи звука то есть приятного такого хорошего достаточно комфортного мягкого на вот такой какой бы он был бы например если бы я вот эту программу не поставил смотрите раз два три 4 5 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 и раз два три 4 5 согласитесь друзья мои давайте вернемся на нормальную позицию вот по крайней мере у меня такая хорошая на данном уровне хорошая хорошая звук сохраняется заметили да разницу вот я про это и говорю то есть у вас грубо по умолчанию звук где-нибудь по центру и там было бы вот это туалетное звучание которое совершенно неприемлемо и неприятно воспроизводится слушать на самом деле конечно любители разные есть кто-то любит всякие странные звуки слушать но это я скажу вам уже отклонение от нормы в общем друзья мы на позитивной ноте закончим и подытожим смотрите а теперь как его как удобно проверять как у вас меняется звук чтобы вы сами себя слышали единственное что во вкладке запись который вы старайтесь не закрывать чтобы она у вас было напоминание что voice meter output должен быть запущен это то есть программное уже дополнение вашим дефолтному микрофону но чтобы вы просто смогли прослушать как у вас все звучит прямо с программы даже можно на 8 meter output зайти тоже есть у него свойства определенные можно слушать гнезда также у него дополнительные свои настройки уровне вот но давайте послушаем как разучит и так вот теперь я слышу тебя несколько раз смотрите я могу еще для себя воспроизвести этот некачественный звук без данной программы так что возвращаю нормальный звук и наслаждаемся хорошим дешевым берем если вам это помогло это будет круто если у вас тоже есть функция подавления эхо микрофон дешевый звуковая карта стандартная realtech high definition аудио и вы установили 8 meter программу кстати запускать если чё в десятке он появляется в меню пуск там немножко вниз пролистать там эти программы сразу будет видно почему-то у меня на рабочий слог по умолчанию не вынесли но не знаю почему но не забывайте дтбл выбирать и лишний раз ничего ненужного не ставить очень много всех тонких настроек которые могут вам все так что по примерно постарайтесь сделать все как у меня еще раз и я надеюсь что вам поможет взял и а еще такой момент если вы будете конечно чуть не забыл если вы будете пользоваться bandicamu обязательно в вкладке настройки откройте 8 meter и должен быть у вас должен быть выбор в качестве микрофона 8 meter out в б аудио 8 метров и иначе у вас будет либо не записываться звук либо он неправильно будет работать и возможно что-то нехорошее произойдет принципе окей всем хорошее настроение друзья мои надеюсь кому-то помог настроить звук на дешевом микрофоне если вам помогло ставьте лайки это помогает моему развитию моего канала и развитию в целом и стимулирует делать подобные гайды хорошее настроение увидимся услышимся пока с вами был бэр хорошее настроение